Я думаю, когда мы читаем и слышим с вами новости о не очень хорошей экологии, периодами мысль о потенциальном страхе перед раком лёгких, он автоматически всё это появляется в нашей голове, поэтому эту тему сегодня и обсудим. Разберёмся в деталях. У нас в гостях Алексей Крат, заведующий отделением онкотаракальной хирургии и краевого онкодиспансера. Добрый вечер. Здравствуйте, Илья. Ну, я бы хотел, на самом деле, начать с какой-нибудь статистики, чтобы было понимание ситуации, насколько всё сейчас у нас страшно или, наоборот, оптимистично. Как-то поменялось за год, может быть? Давайте скажу такую цифру. Ежегодно в мире заболевает раком лёгкого 1 миллион-1 миллион 100 тысяч населения. Мировая статистика. В Российской Федерации в 2018 году заболело раком лёгкого чуть более 61 тысячи людей, то есть и мужчин, и женщин. То есть это бич был, есть и будет, и ближайшие, я думаю, что 20-30 лет рак лёгкого будет занимать лидирующие позиции по статистике заболеваемости. Нас, конечно же, интересует Красноярский край, город Красноярск, где мы живём, работаем, наши дети растут, воспитываются, где мы дышим относительно свежим воздухом. На самом деле это так, у нас достаточно неплохой воздух, если уж на то пошло, у нас очень много настоящих натуральных парков, где мы можем проводить определённое время, никто не изменяет дачи, сады и так далее. Так вот, рак лёгкого, как я уже и сказал, это бич 20-го века, соответственно, 21-го века, где основную проблему несёт этиологический фактор. То есть что является причиной возникновения рака лёгкого? Четыре причины в основном. Первая – это курение. Каждый курильщик заболеет когда-то раком. Может быть, я говорю это философски, но на самом деле это так. Так вот, статистические данные английского известного журнала, который говорит о том, что 90% курильщиков, мужчин, заболевает раком в течение 30 лет. И 78% женщин – так называемый индуцированный рак. Катастрофическая цифра. Что касаемо Красноярска. Учитывая нынешнюю ситуацию, нынешнюю, те меры, которые предпринимает онкологический диспансер, наши врачи, наша администрация, то у нас показатели выявляемости, конечно же, улучшились. То есть, как минимум, за последние три года выявляемость увеличилась, если в процентном соотношении, то это на 1,5%, а если в количественном соотношении, это 44 на 100 тысяч населения. У нас есть такие параметры. У нас есть процентное соотношение и абсолютное число. Так вот, выявляемость, благодаря тем мероприятиям, которые проводят врачи-онкологи, у нас выявляемость улучшилась. А выявляемость на 1-2 стадии улучшилась значительно, потому что есть такое понятие диспансеризация, скрининг и онкоскрининг. И мы плавно переходим к тому, что очень просто профилактировать это заболевание. Нужно делать рентгенографию лёгких, а лучше всего мультиспиральную компьютерную томографию, для того, чтобы выявить патологию органов грудной клетки. Тут относятся лёгкие, средостения, сердце, лимфатические узлы и патология костно-рёберной системы. А вот если возвращаться всё-таки к статистике, может быть, можно как-то сравнить нас с другими регионами, другими странами? Как у нас ситуация? Мы крепкие середняки в Российской Федерации. Опять-таки, мероприятия, проводимые по выявляемости и лечению данных пациентов, они на высоком уровне. Я стажировался несколько раз в Германии, и могу сказать, что наши диагностические мероприятия, наши условия, где пациенты обследуются, достаточно высоки. Не надо ехать в Израиль, не надо ехать в Германию, всё есть у нас, поверьте. У нас есть кадры, у нас есть люди, у нас есть желания, самое главное, у нас есть определённые успехи в этом плане, которые на благо жителей Красноярского края. Вот вы говорите про выявляемость. Насколько здесь повышаются шансы, если вовремя это всё подхватить на ранних стадиях? Первая-вторая стадия переживает 5 лет. У нас в онкологии есть две цифры. Одна годичная выживаемость и пятилетняя выживаемость. Это во всём мире так признано. Так вот, пятилетняя выживаемость, цифра на сегодняшний день по Красноярскому краю, это 45% пролеченных. Раньше эта цифра была 30%. Я когда пришёл работать в онкоцентр, эта цифра была 17%. За какой период? 25 лет. Я в 96-м году начал работать хирургом-онкологом отделения онкоторакальной хирургии. И вот за эти 25 лет вот такой прогресс. Ещё раз повторю, пятилетний рубеж переживает на сегодняшний день 45% пролеченных. Я не говорю о том, что они умерли от рака, ни в коем случае. Есть сердечная патология, есть дыхательная патология, есть патология иммунной системы. Ковид, пневмония, к сожалению, сыграли злую, так скажем, шутку. Ну не шутку, это, конечно, судьба такая с теми людьми, которые заболели. Но опять-таки поголовная мультиспиральная компьютерная томография при выявлении ковид-пневмонии выявила мелкие образования, которые, может быть, пациент никогда бы не пошёл делать в компьютерную томографию. Ну то есть одно за другой зацепилось, а соответственно какая-то польза пришла человеку. Конечно. Терапевты по месту жительства, пульмонологи увидели проблему, отправили к нам. Мы это дело более детально раскрутили, взяли пациентную операцию, прооперировали. И пациенты уже дома, слава богу, живы-здоровы. Вот мне ещё про выявление. Знаете, что интересно, насколько люди стали чаще обращаться? Ну потому что в любом случае, мне кажется, присутствует страх узнать. И люди откладывают, может быть, поход просто, чтобы вот не нервничать, не переживать. Меньше знаешь, крепче спишь. Есть такой психологический аспект, но опять-таки благодаря вам, средствам массовой информации, благодаря нам, врачам, мы очень много ездим в районы, мы общаемся с врачами первичного звена и стараемся донести до врачей и до пациентов о том, что сходите, выберите буквально час, чтобы сделать исследование органов грудной клетки. Это ничего не стоит, но зато это много информации. И на самом деле это развивается. И достаточно, слава богу, люди стали понимать о том, что это важно и это нужно. А вот про психологический аспект. Кто чаще приходит? Женщины, мужчины, возрастные люди, помладше, может быть, сейчас стали осознаннее? Рак лёгкого – это, конечно же, люди старше 60 лет. Хотя у нас есть и 30-летние, есть и 50-летние. Опять обращаемся к курению. Если женщины закурили девушке в школе либо в институте, через 7-10 лет можно уже выявить рак в 30-40-летнем возрасте. То есть так быстро это всё происходит? Рак лёгкого растёт 7 лет. От момента, это биохимический процесс, от момента зарождения опухолевой клетки до его проявления – 7 лет. А если курение плюс вкупе с горнодобывающей промышленность, радон, содержащая ионизирующее излучение, асбис, цемент, выхлопные газы автомобилей, никто не отменял, сейчас в каждой семье по 2-3 автомобиля. И вот синергизм, ну или сочетание, да, синергизм всё-таки больше такое медицинское слово, сочетание курения с другими факторами окружающей среды, они потенциируют образование опухоли лёгкого, которое уже в свою очередь может вызывать определённые проблемы в здоровье, но нам её приходится решать. Вот 7 лет у женщин, а у мужчин они дольше сопротивляются? Есть какая-то, может быть? Примерно одинаково. Примерно одинаково? Да. То есть а возраст, когда человек начинает курить, как-то влияет? Ну, например, вот рано он начал и там через какое-то время бросил, или во взрослом возрасте, когда организм может уже меньше сопротивляться, может быть, меньше сил? Чем старше человек, тем слабее иммунная система, тем слабее антиоксидантная система, а также эндокринная, гормональная. Поэтому защитных свойств организма становится меньше. Поэтому чем старше пациент, тем больше он способен заболеть, если я так скажу, да. Плюс сопутствующая патология, никто не менял хронические обструктивные заболевания. Лёгкий хронический бронхит, опять-таки, особенно хронический бронхит курильщика. А если эти люди ещё работают над каком-то производстве, мало гуляют, мало за собой следят, конечно же, это усугубляет течение болезни. Вот всё-таки в продолжении темы про курение. Если, например, человек курил, вот эти 7 лет, допустим, не прошло ещё, вот он бросил, потом лёгкие каким-то образом очищаются? Конечно. Шансы вот именно заболеть? Шансы у него снижаются в 17 раз. Опять-таки, это статистика американского журнала. Они очень чётко следят за собой, хотя Америка и Китай – самые курящие страны. И нужно для восстановления паренхимы лёгкого примерно 5-7 лет для того, чтобы восстановить её изначальное, так скажем, состояние. Конечно же, это хроническое состояние останется, но риск заболеть снижается в разы. Есть ли какие-то предрасположенности внутренние, кроме причин? Вот остальные эти причины мы ещё с вами чуть позже обсудим. Что-то вот хроническое есть? Хронические заболевания вы имеете? А предрасположенности, которые дают, соответственно? Предрасположенность… Сразу скажу, рак лёгкого на следствие не передаётся. Это не эндокринный орган, не гормональный орган, поэтому это всё-таки философия немножко. Или пациенты говорят, вот мой дед курил 50 лет, и он не заболел раком лёгкого, а я вот закурил и заболел. Нет, конечно, это не наследственный фактор, ни в коем случае. Предрасположенность – однозначно курение, производственный фактор, отсутствие гигиены. Я не говорю про питание, но и чем мы дышим, где мы дышим, в чём мы ходим, делали мы зарядку, в какой одежде ходим, сухое помещение или нет. Вот увлажнитель воздуха настолько оказался полезной штукой, а все наши фонтаны в Красноярске – это благое дело. А жить возле водоёма – это прекрасно, потому что увлажнённый воздух – это хорошо, а это морское ещё лучше. То есть сухой воздух, он тоже влияет, получается… Истончается слизистая оболочка трахеи и бронхов, наступает атрофический бронхит, который со временем может выдать, к сожалению, не слишком хороший диагноз. Профилактика какая-то есть, простая, может быть, вот кроме как увлажнитель воздуха, например, дома поставить что-то, есть ещё? Зарядка, дыхательная гимнастика, обыкновенные мыльные пузыри. У всех у нас есть дети, берём мыльные пузыри и дуем 5-7 минут в день, и вот эта вот маленькая полезная процедура для семьи может дать положительный результат. Я не отменяю прогулки вечерние и утренние, если будет небольшая пробежка, либо кросс ещё лучше, бассейн. Хоть там и есть хлорированная вода, но тем не менее, это влажная среда, это дополнительная нагрузка не только для дыхательной системы, но и для сердца, для головного мозга и так далее. Поэтому ведите здоровый образ жизни, питайтесь правильно, если не курите, то бросайте курить, мы только в этом поможем. Вот мне ещё очень интересно, как распознать рак лёгких на ранней стадии? Что это, какие-то покалывания, какие-то есть физические ощущения? Вторая стадия не болит. Это случайная находка при рентгенологическом исследовании. Рекомендуем флюорографию забыть. К сожалению, малый кадр и малодозная флюорография на сегодняшний день отходит в прошлый век. Я сразу своим студентам рассказываю, что вспомните, какой телефон сейчас и какой был в начале 20 века или в конце 20 века. Шагает вперёд техника. Сейчас шикарные компьютерные томографы. Если курильщик находится в группе риска, если человек находится в группе риска, то есть это возраст старше 50 лет, и он курит более 20 сигарет в день, у него есть возможность попасть в программу низкодозной компьютерной томографии. Что это такое? Это компьютер с низкой рентгенологической нагрузкой, в который пациент приходит в амбулаторно-поликлинические учреждения. У нас большой опыт был в 2018 году. И где выявляемость у курильщика с отягощёнными определёнными факторами работоспособности, мы находим выявляемость заболевания лёгкого. Цифра 17 человек на 100, на 1000 населения. 17 на 1000 исследований. При скрининге 0,04 на 1000 исследованных. 17 и 0,04. Я понимаю, что эта цифра такая, может быть, сразу не укладывается в голове, но низкодозная компьютерная томография на сегодняшний день – это хороший такой рычаг для курильщиков, чтобы пригласить их на эту процедуру. Ну а для нас с вами, для некурящих людей, конечно же, раз в год – либо рентгенография лёгких, либо мультиспиральная компьютерная томография. Спасибо большое. Это был очень действительно полезный эфир. На многие вопросы мы получили ответы. Я напомню, что у нас в гостях был Алексей Крат, заведующий отделением онкодорокальной хирургии краевого онкодиспансера.